Виктор Владимирович Лисицын Виктор Владимирович Лисицын Создал, существует, это подготовка перспективных боксеров из других регионов страны в Олимпийский резерв страны. Под его руководством работал я в сборной России, когда был старшим тренером сборной Москвы, с его помощью воспитали таких ученек, как Саадат Долгатова Абдулаева, которая стала заслуженным мастером спорта и клуб «Чемпион», на базе которого проводится этот проект, она здесь является воспитанницей этого клуба. Елена Саэльева, заслуженный мастер спорта России, неоднократно Европа, мир. И тот проект, который мы хотим вам представить, сейчас Виктор Владимирович лично вам о нем расскажет. Прошу, Виктор Владимирович, возьмите. Всем здравствуйте и хотел с вами поделиться теми задачами, которые мы поставили перед собой. В данном случае вы находитесь в зале клуба «Чемпион». Это клуб, это здание было создано совсем недавно, всего три года тому назад. Когда мы это дело создали, а у нас не просто этот зал, а у нас действительно большая такая база. У нас есть игровые площадки, у нас есть тренажерный зал, у нас есть пляж вот рядом со всеми спортивными площадками. Поэтому у нас есть договор, подписали о создании центра с РГУТИСом. Это Российский государственный университет туризма и сервиса. Это всего 10 минут ходьбы пешочком. Мы подписали договор с училищем Олимпийского резерва Московской области, где наши воспитанники учатся и тренируются. Мы имеем возможность действительно создать условия для спортсменов, для юных спортсменов, которые могут учиться нормально, получать образование и в то же время тренироваться профессионально. Это очень важно. Я всегда говорил и говорю, что тренер это не тот, который держит лапы только, а тот, который может создать условия для спортсменов. Поэтому какой бы ни был спортсмен, а жизнь, она и есть жизнь, нужно учиться, надо дальше думать о жизни. Поэтому мы тоже об этом думаем и предлагаем. Я больше, наверное, обращаюсь к родителям, потому что сейчас времена тяжелые. И мы протягиваем, как говорится, руку молодым спортсменам. Я еще люблю говорить такую фразу, что талантам надо помогать, бездарщины прорвутся сами. Поэтому я понимаю даже тех, кто действительно живет очень далеко. Может быть, в таких условиях, что нет возможности куда-то прорваться. Нет финансов. Мы предлагаем действительно вам к нам приехать, показать вашего, там, если тренер, то воспитанника, если родитель, значит, ребенка. Мы не обещаем, что всех возьмем. Мы постараемся взять того, кто этого заслуживает. Поэтому есть такая возможность, если есть у вас возможность, привезти его в любое время. Мы даем время на это до мая месяца. Вот с этой вот зима и конец весны, это как раз время, когда вы можете связаться с нами, приехать сюда. И мы несколько дней поживем, потренируемся вместе, посмотрим, спаринг-партнеров дадим. И посмотрим, если действительно ребенок готов, спортсмен готов здесь тренироваться, то мы тогда заключим договор с ним, и он будет тренироваться в нашей команде. Еще я хотел вам сказать, первым делом, когда мы будем просматривать спортсменов, то прежде всего мы будем узнавать, какое здоровье. Если человек в каком-то плане нездоров, сюда лучше его не везти, потому что это, если есть какая-то болезнь, то это бесполезно. Это первым делом спортсмен должен быть абсолютно здоров. Остальные вопросы, я думаю, мы все порешаем. Наш клуб находится на территории Пушкинского района. Это сейчас, с 1 марта, объединяются три округа в один большой. Будет такая территория огромная, куда входят такие серьезные округа, где развивается бокс. И очень на хороших позициях, как Ивантеевка, Красноармейск и Пушкин. И будет большой Пушкинский район. В данном случае у нас есть очень хорошая федерация Пушкинского района, которая занимается полностью развитием бокса в этом районе. Проводим определенные соревнования и выявляем тоже талантливых ребят. Но Пушкинская федерация входит в состав Московской федерации. Одна из сильнейших федераций нашей страны. Поэтому те спортсмены, которые будут входить в нашу команду, они прежде всего будут входить в сборную Московской области и выступать за Московскую область. Есть возможность такая еще, что сейчас у нас еще существует такое понимание или понятие, как двойной зачет. И, может быть, будем те спортсмены, которые приезжают из своих регионов, если это будет возможно, то мы можем заключать двойной договор, и спортсмен будет выступать за два округа. За свой округ и за Московскую область, чтобы как бы не обижать тренеров, которые их воспитали в свое время. Это тоже очень важно. Тренер, конечно, с удовольствием отдаст суда, потому что нет у него возможности его далеко поднять. Но он будет всегда, как говорится, в пределе. Чтобы наладить связь между нами, мы обязательно вам напишем телефон, по которому можно связаться в данном случае со мной. Прежде чем принимать какое-то решение, обязательно должен быть звонок. Мы с вами должны познакомиться, мы должны с вами договориться, в какой срок вы можете приехать. Мы тоже должны вас хорошо принять. Поэтому, прежде всего, надо набрать телефон. И мы с вами обо всем договоримся. Поэтому вот на этой как бы ноте мы заканчиваем и еще раз приглашаем вас, ждем ваших звонков и будем, я думаю, дружить. Все, спасибо. До встречи. До встречи. Еще раз приветствую. И небольшая экскурсия, чтобы вы имели представление, где тренируется наша команда и будут тренироваться ваши дети, спортсмены. Это не просто зал бокса, это целый комплекс, спортивный комплекс, фактический дворец спорта. Ну, узконаправленный. Начнем. Маленький тренажерный зал, небольшой, но полноценный, где тренируется именно наша команда. То есть здесь, я говорю, не 100, не 50 человек, а небольшой коллектив, который ставит очень конкретные олимпийские задачи. Все для восстановительных процедур. Прекрасная баня. Сауна, баня сделана, где можно восстановиться после тренировок, попить чаю, погреться в прекрасные парилки, дерево, натуральное дерево все. Сибирь. Пойдемте наверх. Зал хореографии, балета, хореографии, танец. Все знают, что боксеры самые координированные спортсмены. Поэтому растянуться, потянуться и потанцевать под музыку, поработать. Всегда прекрасно. Это вот у нас первый этаж такой. Ну и третий этаж, который вы уже были там. Третий этаж вы уже были, это вот где основной зал боксерский. Да. То есть это трехэтажный дворец спорта. Дворец бокса и хореографии. Ну и основной зал. Также, ребята, место, где находится этот спорткомплекс, он находится у нас прямо на берегу водохранилища, а водоканала. То есть у нас прекрасный здесь пляж, с уличными тренажерами, со всеми, с прекрасной водой. Плюс сейчас достраивается и игровая площадка. Это под баскетбол, под футбол. То есть здесь полноценный комплекс. Полноценный комплекс. А, да, кстати, еще и хоккейная маленькая площадка делается. Есть, да, у нас хоккейная, там наша площадка, где занимаются люди хоккеем и катаются. То есть хоккейная площадка, которая относится именно к нашему, этому дворцу спорта, клубу чемпион. Футбольная, хоккейная, пляж, где раки. Так что вот такое место. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова